Мы сегодня позвали и замечательных артистов, в том же самое время мы позвали артистов, которые знакомы с храмом Архистратика Михаила в городе Жуковском. Тоже ты не понимаешь, откуда столько ненависти в вас люди, то есть что мы вам сделали-то? Мы там в храме, и мы в очень детстве, у нас в пресной школе произошел пожар. Это Алексей говорит, что вы проджел. К сожалению, да. И никто не знал, отчего он был один такой бестолковый, и никто не думал, что он был нездешних мыслей полон. А за ним бежали дети и показывали пальцем, им хотелось удивиться, пока было чем удивляться. Что-то шло не так, кто бы взялся за разгадку этой тайны. Шло не так, в себе цепляло то, что под ноги попадало, и весь мир скрутился комом неразгаданных загадок. Он стоял и думал, что он сможет навести порядок. Давай, сделай так, чтоб было тихо за окном. Ночью будет тихо в голове, спят дети, будет тихо. Пусть все сделают, чтоб было тихо. Давай, сделай так, чтоб было громко. Каждой весной пусть поют птицы в голове, чтоб каждый знал, о чем петь и делал. Так, чтоб вокруг было лучше. Сегодня действительно, сегодня благотворительный показ. Все средства, которые, я надеюсь, вы пожертвуете, ну как вход за билет, да, свободно. Они все пойдут до рубля на поддержку храма, который был подожжен. Там просто замечательный батюшка, мы его очень любим. Когда мы с ним познакомились, в моем мире что-то даже немножко перевернулись. Потому что я больше ни одного такого батюшка не знаю. Даже в воскресной школе, когда учатся около 200 детей, это уже о чем-то говорит. Там просто батюшка с матушкой настолько хорошо понимают, как нужно все делать с детьми. Ну это редкость большая. В воскресной школе они ведут занятия сусонно-советского языка. Мы мешали мы колокольным звоном, но зачем надо было идти с утра и поджечь воскресную школу, детскую воскресную школу, которая уж точно никак не могла бы мешать. Даже люди, которые редко входят в храм, даже только по праздникам, они стремятся отдать своих детей в эту воскресную школу, как в детский центр развивающий. Там, точнее, рисуют, поют, танцуют, ставят какие-то постановки, делают геофильмы. В общем, потрясающие вещи. Ладно. Теперь веково погружи, и королевство мое мне покажи. У меня было потрясением именно, что горит воскресная школа. Наверное, потому что она строилась на моих глазах, потому что, я помню, сколько из-за нее переживала мама. То есть, когда мы в храм, мы в него просто вошли. И просто его, как бы, обжили. То есть, не было... Восприняли. Да, никаких не было. А воскресная школа, я вот действительно помню, как она строилась. По кирпичу, по... Ничего, что ничего не ясно. Ничего, что, в принципе, вот уже хватит. Ничего, что кончилась сказка. Хотя, может, просто она не катит. И ангел тянул, тянул, а потом оставил. И весна в середине апреля никак не придет. Только вы так же нежно смотреть не перестали. Но слышите, как неритмично дворник метет. Он грусть выметает. Он мог бы быть другим, но он такой. И он точно знает, что все написано одной рукой. Все написано одной рукой. Все написано одной рукой. Все написано одной рукой. В первую очередь мы помогаем, пытаемся помочь нашей молитвой. И помочь искусствам. Изначально нам дали территорию детского садика. Дальше началось строительство деревянного здания воскресной школы. А потом началось строительство большой воскресной школы. Появился свой зал, который был открыт, так скажем. То есть применен по назначению концертом Лакочи. Ихару хана салаксу, папиломанас кепастис. 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 Шьющий глаза кукли Ирода. Это, то есть для меня воскресная школа началась с рождественского вертепа. Вот с этих вот бутылочных кукол. Деревянного вот этого ящика. Прекрасно расписанного маминой знакомой. Просто великолепного вертепа, который сгорел. Вот, и то есть тоже столько спектаклей, столько было нажито, столько мы вот всего сделали. Это так обидно, что вот все это полегло, потому что действительно у нас сгорели все спектакли. Злоненок. Все вот эти спектакли. И Антошка, который показывал все тоже спектакли про Антошку, была огромная рыжая кукла. У этого Антошки все сгорело. Был великолепный крокодил, которого тоже шили, у которого был язык с одной стороны красный, а с другой зеленый. Которого так прямоходно играл мой друг и тоже сгорел. Это, конечно, неимоверно обидел. Сгорело столько детских работ, которые тоже копились, забирались, набирались, упаковывались в ящики, которые время от времени отъезжали на выставки, туда-сюда. Которые в ныне уже не существующей студии «Пеликан» были нарисованы. Батик, потом мозаика, ритраж. Ничего не осталось. Если бы мне сказали, что горит квартира, я бы расстроилась, наверное, не так сильно. И пришла пора бестолковых, пришла пора сумасшедших, кто летал туда, где полеты больше не были детской сказкой. И никто не задавал вопросов, отчего, зачем, где здесь польза, бесполезные заморочки и нелепые отмазки. Я пришел в тот мир и увидел там у каждого по три тени. И тогда мои три тени стать актрисами захотели. Я не знал, что с этим делать, только воздух стал вдруг сладок. Я стоял и думал, вот он, наведенный им порядок. Один мой очень хороший друг, не знаю, наверное, пару часов провел на углях воскресной школы, которую ее, ну, вот, позбивали, чтобы не падали. Вот, и вот на этой куче углей он по ней лазил. Он, весь он был просто черный, с ног до головы, он пытался найти что-нибудь. В итоге он действительно нашел, он нашел очень много таких обгоревших рисунков, пообгоравших мокрых батиков, книг. Штук 10, наверное, действительно действующие книги, у которых пообгорели только корешки. Вот. Нашел курочек из соленого теста, тоже обгоревших каких-то всех, поплавленных. Но не нашел ничего из спектаклей. Мамка пошла, венока не нашла, Христос воскрес и на весь свет. Батька пошел, венока не нашел, Христос воскрес и на весь свет. Милой пошел, венок нашел, Христос воскрес и на весь свет. В городе прошел благотворительный концерт, на котором стояли люди с ящиками, наши прихожане стояли с ящиками для пожертвований. Собрали не так много, на самом деле, вообще очень мало, я считаю. Вот, но это, собственно, не важно, радует, что хоть какие-то люди, то есть, пошли. Но и когда ты говоришь, вот, люди добрые, у нас храм сгорел. Некоторые идут просто, да так вам и надо. И ты не понимаешь, а за что надо. Вы должны там сидеть только у себя в храмах и дальше никуда не ходить. И вообще, что вы повылезали, знаете свое место. Там, что еще тоже такая ересь, которой я наслушалась достаточно, это, что вы что, православная церковь, она же очень богатая, есть у вас деньги, вы их там храните в каком-то швейцарском банке. Мне так становится смешно, я говорю, ребят, ну зайдите вы к нам в храм хоть разочек и посмотрите, откуда у нас деньги в швейцарском банке. На итоге получается такая очень противная ситуация, и когда ты действительно не можешь понять, за что. То есть, чем ты вот так на себя это навлек, и что ты делал, что ты такого сделал, за что столько гадости на тебя выливается, за что поджигают в итоге абсолютно безобидное знание с утра. То есть, это был такой удар из-под тишка уже. То есть, я считаю, что это сделал действительно человек, за которого стоит молиться, потому что человек без отклонений, я считаю, просто как человек, интересующийся этой сферой, человек без отклонений не мог такого сделать, потому что все это слишком жестоко, слишком необоснованно. Пускай он спит, а мы немного приберем звук. Он одинокий и уставший, но не злой бог. Он одинокий и уставший, но не злой бог. А там, где замкнутая цепь, ладонь в ладонь. Как у трамваев снегопад, искрит контакт. Пускай наш Бог уснул, но мы и есть Его сон. Но во сне, возможно, то, чего нельзя так. И я на кухне, наконец-то, починю кран. Установлю повсюду мир на миллион лет. Бог улыбается во сне, тебе и мне, и всем нам. Он обязательно проснется. И да будет нам свет. Субтитры подогнал Игорь Негода.